Сегодня 80-летний юбилей отмечает один из разработчиков действующей Конституции, принятой в 1993 году, Марк Масарский. Тогда в Конституционном совещании он представлял Международную ассоциацию руководителей предприятий. Предприниматель, общественный деятель, член Общественного совета по внешней и оборонной политике. В последнее время активной публичности предпочитает семейную жизнь в доме в Опеченском посаде. Арина Аксенова побеседовала с юбиляром. По дворе Масарского в Опеченском посаде вошло в путеводители, как один из туристических объектов Боровического района. В последнее время Марк Вениаминович все больше времени проводит в своем хозяйстве. И 80-летний юбилей отмечает дома с родными. Никаких шумных сборищ и многолюдных застолий. А поздравление от губернатора юбиляру передал глава района. Конечно же, в первую очередь желаю вам здоровья, реализации всех ваших планов, которых у вас много. Так, благополучия и простого человеческого счастья. С юбилеем! Спасибо! Историк, философ, писатель, блестящий оратор и талантливый предприниматель, стоявший у стоков создания Московской товарной биржи. Каких только свершений нет на счету именинника. Но главным делом своей жизни он считает участие в создании Конституции нашей страны в 93-м году. Именной экземпляр, подаренный президентом, всегда на рабочем столе. Основной закон Российской Федерации вовсе не исчерпал своих возможностей, говорит Марк Масарский. Но призыв некоторых партий бойкотировать голосование по поправкам не поддерживает. Я считаю, что это ошибочно. Что мне не надо бойкотировать. Придите и проголосуйте, ориентируясь на что? На ваши личные убеждения. Это ваше конституционное право высказаться по поводу поправок. Далеко не все поправки в Конституцию Марк Масарский считает необходимыми. Например, территориальной целостности России, по его мнению, ничто не угрожает. И даже на крымский вопрос у философа есть свой собственный взгляд. Это была единственная автономная республика в составе унитарного государства, Украинской республики, которая имела право референдум проводить. У них конституция своя была. Они провели референдум. И 90% проголосовали за независимость. От всех. А потом, на следующий день, вот это независимое государственное законопрямодействие, тут же попросились принять. Они попросились, а мы согласились. О своих конституционных правах большинство россиян не имеют никакого представления, сетует Марк Вениаминович. Возможно, поэтому одно из главных своих целей видит правовое просвещение как можно большего числа людей. Проект «Культурно-просветительский центр» как раз об этом. Здесь, в подворье Масарского, на лекции собираются ученики и последователи. Ученый надеется, что правовая грамотность наших сограждан будет расти. Поэтому нужно преподавать ее. Вот чтобы люди приходили и учились. Друг у друга учились. То есть я учу учителей, которых это потом понесут. Я же не буду вечно жить. Я хочу, чтобы вот это оставил. Оглядываясь назад, я не вижу руин, признается юбиляр. И действительно, когда живешь созидательной жизнью, взглянуть на прожитое совсем не страшно. А впереди еще море планов и начинаний. Пожелаем Марку Вениаминовичу реализовать все, что задумано. Из Боровического района Арина Аксенова, Галуст Гивандян, Новости, Новгородское областное телевидение.